Там идет бык. О-о-о! Парик, как на футболе. О-о-о, ест! Покупаем травку. Стоили 13 тысяч евро. Езжаем в пробку. Как из него носков можно съезжать? В Японии очень непривычно. Руль находится с правой стороны. И движение в Японии левостороннее. Поворотник находится с правой стороны, а стеклоочиститель находится с левой. Хорошо, что педали на месте. Очень непривычно. Рука вот направо тянется по привычке, а нужно переключать левой рукой. Сейчас вы можете наблюдать японский хайвей. Интересно, что и на хайвее везде надписи на японском. В автомобиле встроена карточка, и деньги списываются автоматически. В Японии, так же, как и в Америке, светофоры ставят не перед перекрестком, а за перекрестком. Любят в Японии сушить белье на улице, на свежем воздухе. Во всех японских машинах вот такое вот приспособление. Это сигнальный огонь. В экстренных случаях его достают и зажигают, чтобы предупредить об опасности всех участников дорожного движения. Он говорит, надо туда идти, там покупать 13 тысяч ен. И когда покупаешь что-нибудь в Японии, никогда в руки не даешь деньги. Всегда кладешь деньги на специальную такую вот тарелочку. На каждом шагу есть автоматы с напитками. Для начала, значит, нужно бросить деньги 200. И достать напиток. Все. Мы купили билет в сафари-парк и поедем на вот этом автобусе. Билеты на всю семью стоили 13 тысяч ен. 1600 ен стоит фотография, которую нам сделали в парке. Как мы получились. Заходим в автобус. Сейчас поедем смотреть сафари-парк. Он же проводит экскурсию на японском. Мы специально купили билет на автобус, чтобы прочувствовать атмосферу Японии, чтобы побыть вместе с японцами. В сафари-парк можно приезжать также на своей машине покупать билет. Но мне кажется, на автобусе вместе с местными жителями намного интереснее. Небольшая пробка на въезд. Очень приветливый персонал. Интересная форма у сотрудников сафари-парка. Немного похожа на военную. Объезжаем пробку. Очень удобно на автобусе объезжать пробку. Автобус имеет преимущество. А тот, кто приехал на автомобиле, тот просто стоит. На встречу нам идет бык. Почему-то нам сказали хлопать. Все захлопали. Не знаем, что это означает. Прибить зимы сорогов нужно хлопать. Может быть, чтобы привлечь внимание, специально льется вода, чтобы почистить колеса автобуса. Медведь купается. А с этой стороны обезьяны. Определенную часть мы проехали на автобусе. Потом остановка. И мы здесь гуляем по мини-зоопарку. И потом возвращаемся также на автобусе. И посмотрите, здесь мы встретили розовых фламинго. Детей заката. Первый раз в жизни я вижу фламинго. Показываю вам производство ледяной стружки. Ледяная глыба зажата под прессом. Вертишь колесо и стругаешь ледяную глыбу. А потом берешь наполнитель и добавляешь в лед вкуса. И это здесь невероятно популярно. А потом в этот лед добавляют разные вкусы. Какой хочешь. Ягодный вот я вижу. Лимонный. Наполнитель вот в таких вот разноцветных баночках. У нас такого точно нет. Берешь наполнитель и добавляешь свой лед. Саш, ну в итоге вкусный вот этот лед с наполнителями? Да. Лимон. А, лимон еще есть. Здорово. Есть с апельсином даже. Удобно, что на каждом шагу есть раковины с водой. Можно подойти, помыть руки. И особенно это удобно после того, как ты весь липкий, наполнял липкими наполнителями свой лед. Посмотрите, какие здесь животные. Похожи на копибар. Все практически ручные. Купили мы морковку за 100 йен. Сейчас будем их кормить. О, ест. А-а-а. Ухощу морковку за 100 йен. Мы узнали, оказывается, это животное называется Мара. Первый раз слышу о таком животном Мара. Ой, он залез ко мне в сумку. Он что-то очень общительный. Дети то хотят с ними играть, то боятся. Потому что они подходят слишком близко. Мы купили специальное печенье, чтобы покормить оленей. Они уже здесь ждут. Прикормленные. Мам, меня тоже не. Вот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, верблюд. Для вот этих вот милых оленей продают специальное печенье. Видите, они вообще практически ручные. Их можно даже потрогать. И как везде в Японии, повсюду есть инструкция. Вот здесь показано красный кружок. Это можно. Морковку можно. Печенье можно. Свои напитки человеческие им нельзя. Вот, понимаете, какие они милые. Он ждет печеньку. Но печеньки уже кончились. Покупаем травку. Али готова. Вот такая свежая травка стоит пучок 100 йен. Саша, ты решил все скормить ослику? Пойдем, тут еще очередь стоит за тобой. Пойдем козлов покормим. Ой, какой красивый козел. Саша трогает барашка. Говорит, что он очень мягкий. Мягче, чем подушка. Мама, потрогай. Потрогать? Ой, какой мягкий, мягкий. Сколько из него носков можно связать. И он, когда ест траву, он почему-то хрюкает. Слышишь? Хрю, хрю, хрю. Наконец-то мы нашли капибар. Это самое любимое Сашина животное. Ты прям к ним будешь прыгать? Да. Они любят мандарины. Мандарины любят? Да. Вот уж кто умеет расслабляться. Лежит себе в тенечке. И счастлив. Удобная зона. Сидишь в теньке и наблюдаешь за гепардами. И здесь, кстати, вывеска «не бегать». Видимо, это привлекает и тревожит гепардов. Здесь можно только медленно ходить. Здесь покупаешь еду для львов. 500 йен стоит одна порция. Тебе выдают вот такие мощные щипцы. Этими щипцами ты берешь, зажимаешь мясо. И потом через специальную решетку кормишь либо тигров. Тигры с одной стороны, львы с другой стороны. Сейчас покормим львов. Вот так открываем окошко. И очень-очень аккуратно. Она уже рот открыла. И аккуратненько она взяла вот так вот. Хорошенечко зажимаешь. С одной стороны кормишь львов, а с другой стороны кормишь тигров. Вот. И вот это вот мясо суешь вот сюда. И он аккуратненько берет. Александр тоже хочет покормить. Мне кажется, они здесь прям чересчур закормлены. Оп, оп. И вот так вот он ест. Александр сейчас будет кормить своего льва или львицу. Аккуратненько, аккуратненько. И ждешь. И ждешь. Вот она пришла. Ап. И взяла. Все в порядке очереди, он говорит. Сначала я вот это съем. А теперь у тебя, Сергей. Мы снимаем редкий момент спаривания львов. Ничего себе. Что он там делает? Детей. Ничего себе. Осторожно, не упади туда на сетку. Водитель параллельно проводит нам экскурсию. Постоянно говорит в микрофон и показывает нам рукой, объясняя, где какие животные. Посмотрите, можно даже поливать верблюдов. И они подходят под этот фонтан. Душ для верблюда. В сафари-парке в японской гунме аж два слона. Белый тигр лежит на камушках, отдыхает. В этом сафари-парке есть отдельная зона зоопарка, где можно гулять пешком. А есть огромная территория, где можно только на транспорте. На выезде и въезде огромные отодвигающиеся решетки. Быков кормят с этого автобуса. Подъезжаем к последним воротам. По-моему, я сбилась со счета. Уже, наверное, ворота 10 было. По-моему, вот это, да, самые последние ворота. И на этом наша экскурсия подошла к концу. После сафари-парка мы решили перекусить в местном ресторане или в столовке. Выбираешь визуально все, что ты хочешь. И потом оплачиваешь свое блюдо в автомате. И еда будет точно такая же, как на картинке. Кстати, очень удобно. И вот такие вот автоматы здесь. Выбираешь номер той еды, которую ты выбрал. Засовываешь купюру. Твой лимит высвечивается на табло. Потом выбираешь номер своего блюда, и тебе выпадает талончик. Мои два талончика уже высветились. Осталось еще дождаться один. И вот сюда подходишь и забираешь свое блюдо. Давайте посмотрим, что мы заказали. Рис, мясо, овощи и гуляш. Какой-то соус-гуляш. Салат. Я заказала суп с лапшой. Здесь я вижу свежий лук. Кусочек водоросли. Вот это, скорее всего, грибы. В такой красивой коробочке находится рис. И мне кажется, что это курица. Зайчик в виде риса. Кафе-столовое. Обслуживание невероятно быстрое. Не успел заказать в автомате, как тебя уже вызывают за готовым блюдом. В сафари-парк приезжает очень много мам с маленькими детьми. И посмотрите, для них есть специальная зона. Называется Baby Room. И здесь мама может переодеть своего ребенка, перепеленать и спокойно покормить. Здесь есть все необходимое. Пеленальный столик, диванчик. В этом загоне всего лишь кролики. Просто бегают пушистые белые кролики. На улице жара, плюс 30 градусов. Но интересно, почему у персонала на ногах резиновые сапоги? В сапогах на такой жаре невыносимо. Рядом с сафари-парком есть парк аттракционов. Правда, он сейчас то ли закрыт, то ли заброшен. Без людей выглядит жутковато. Он действительно оказался заброшенным. Посмотрите, здесь уже, видимо, не один год сюда не ступала нога человека. Асфальт потрескался, скамейки перевернутые валяются. Все поросло травой. Краска на будке уже облупилась. Внутри очень старый пульт управления. Давайте еще прогуляемся чуть-чуть. Интересно, почему он заброшен. Здесь даже поставили шлагбаум, чтобы люди дальше не ходили. Муравьи за работой тащат лист. Смело могу рекомендовать вам сафари-парк в Гунме, Япония. Друзья, надеюсь, что вам понравилось сафари-парке. Будем дальше изучать Японию. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»